Короче, нам настолько скучно, нам надоело всё снимать, и мы решили выйти в прямой эфир. Смотрю её только из-за тебя, её и до кого. Часто ссоримся, но... Кстати, меня опять пытаются взломать по уходу в фейсбуке. Твари. Слышишь, рай? Ай, мне опять это сообщение с фейсбука приходит, что кто-то хочет зайти в мой инстаграм. Мне опять эта фигня приходит сообщение от фейсбука, что кто-то хочет зайти в мой инстаграм. Ну ты там что делать, красишься? Ну так иди сюда. Где, где мы сейчас? Мы сейчас у меня дома. В городе Унеча. Ну идём, не стесняйся. Да, мне вообще похуй. Садись. Давай только не сидеть, как этот робот, и как-нибудь так поставим, чтобы можно было откинуться. О, откинуться на зоне. Ну а как это? Вот так? Ну давай, ты на первом плане, я на заде, а я на заде, чтобы ты читал эти комментарии. А-а-а, а мне так не видно. Ну а стикать, ты ближе. А нет, всё видно. Нет, я не пьяная. Где ципа? А ципа у нас... А где ципа? А где ципа? Всё, съебался. А-а-а! Ципа, ты где? А где реально ципа? Вообще, я работал. Вон он! Спрятался маленький... Ой, убери. Толстяк. Я здесь! Сколько мы вместе? А сколько мы вместе? Где-то, наверное, 10 месяцев, да? Или 11? Да, 10 месяцев. 10 месяцев мы вместе, вот. Люди, вы ненормальные? Ты пьяные? Ну, значит, вы со мной ни разу в жизни не общались. Я могу быть весёлой, даже когда я трезвая, не поверите. А где родители? Мама в комнате, мы в другой комнате. Ты сзади как просто чёрное пятно. Ну, это нормально, нормально. И лицо как запечённая картошка. Так. Оп. Всё. А приезжайте в Брянск. А мы там были? Не, ни на какой проект не хотим. Но если бы пошли, то, наверное, на какой-нибудь другой канал. Да, мы пока вместе живём, потому что карантин. В Москву пока приехать не можем. И поэтому вот на данный момент мы застряли в городе Унечи. Я думаю, это где-то до 30-го числа будет. Вот, блядь, карантин они, сука, выбрали, да, когда ремонт делать? Херачат там, дверью своей. Сколы, да, накрашены. Короче, пытался я сегодня сделать типа вечерний макияж, но я поняла, что походу всё-таки макияж это не моё. А где новая серия? Караев, пришла подруга. Кстати, надо записать, давно не было этой серии. Очень. А, волосы. Это наступили на волосы. Когда ребёнка. Ой, ещё рано. У нас цыпа есть. Пока достаточно. Я сейчас на неё успею, она даже за ним смотреть. Ой. Сколько времени? Ну, московское время. Там, сколько, почти, наверное. Шесть минут девятого. Свадьба. Так вот. Значит. Свадьба не скоро, всё. Зачем она нам? Сергей, супер. Спасибо, мне тоже очень нравится. Кстати, вот я, конечно, в сторис показывала. Ну, прикиньте, да, насколько у меня волосы отросли. Чтобы вы понимали, вот эти вот волосы были два месяца назад, по-моему, вот такой длины. Хочу уже свои длинные. Не могу не кусать, здесь кожица, надо её снять. С Таней, да, конечно, общаемся. Она сейчас в Москве, а мы в Унече. Классно, я тебя люблю. Спасибо. Я вас тоже. Бачки. Сука. Ты не кашляй. Мне 25 лет. Хочу с тобой поговорить. Давай здесь пообщаемся, задавай вопросы. Где халат покупала? Я не знаю. Наверное, на рынке лет 10 назад. Какой косметикой? Короче, не поверите. Я, то есть, почти полностью закончила курс на макияж, ходила на визажиста. Купила себе косметики, потратила где-то, наверное, в совокупе 1070. Что вы думаете по итогу? Вот я сижу, крашусь, и я понимаю, что я всё равно не умею. А косметику, ну, как бы купила хорошую, люксовую. Нет, Тараня не заболела, он притворяется. Тараня не заболела. Тараня не заболела. Вообще плохо ты чувствуешь, честно. Так. Здесь всё, вопросы. Любимый парфюм? Ой, не знаю, я на самом деле каждый раз меняю свой парфюм. Нет какого-то определенного, постоянно, который я бы покупала, а то как только заканчивается фалкон, и сразу же такие... Флакон. Флакон. Ну, что ты сзади орай? А? Я бы туда не выходила, что ты вот... Да, давай. Да, давай, как будто заставила. Что там пишут? Нежданные гости больше не тревожат? Нет. Но, чтобы вы понимали... Кстати, наконец-то перестали, хоть честно. Ну вот, да, как мы выставили историю. Уже недели 5 перестали. Мне кажется, карантин, и за это немножко все испугались, и уже перестали ходить. Да, и, кстати, если там вдруг так получается, что те, кто ко мне приходил домой, сидят сейчас и смотрят нас в прямом эфире, как бы мы всегда рады видеть подписчиков, всегда там фоткаемся, но когда уже нарушают твое личное пространство и приходят к тебе домой, ну, это уже, кроме как негатив, не может вызывать ничего. То есть, и, понятно дело, там подписчики хотят сфоткаться, увидеться, но, блин, когда ты занимаешься своими делами, ходишь, как бомжиха какая-то по дому, и к тебе звонят, стучатся, ну, только один негатив. Вот никакого желания видеться, фоткаться, не... У вас дома такой же цып, а что? Что за про цып? Мы его, знаешь, как... Девушка пишет, у нас дома такой же цып, а мы его писей называем. Уарая кот дома, его зовут Персей, но он постоянно писей называет. К нему, как к ребенку, я не знаю. А я думала, мы больные, но когда я видела у вас цыпу, он три раза больше нашего, и я была в шоке просто. Так что, чтобы вы понимали, он этого цыпу привез с Москвы. С собой. Орай. Я уехала, получается, первая, сюда в уничью. Когда он за мной приехал, ой, приехал за мной, ко мне приехал, он привез с собой цыпу. Причем я из дома выходил, и смотрю на него, один остается, думаю, блядь, жалко, карантин. Сейчас оставлять его в Москве, по-любому поедиму нечего, и буду по нему скучать. Будем думать, типа, один бедняжка в комнате, короче, с психоделика. Возьмите кого-нибудь в эфир. Из подписчиков? Сюда можно взять. Ну, это сейчас, как это, актуально у блогеров, играть в игры в разные, в прямом эфире. Ну, сейчас, конечно. Арай, сколько тебе потребовалось времени, чтобы привести свое тело в порядок? Сколько? Два месяца, три, да? Где-то так. Три месяца. Ну, да. Но сейчас у нас никакой диеты, сейчас, честно, если вы посмотрите мою форму, этот вопрос не зададите, потому что я пожирнел. А что еще делать? Ничего нельзя, никуда нельзя ходить, и единственное развлечение это жрать. И если себе еще в этом отказывать, можно просто повиситься. Ну, да. Чисто тупо, если только днями есть. Нет, я смотрю сериал, ара, и что это, бои всякие смотрят на ютубе, сидят. Скучно, короче, я уже не знаю даже, что делать. Это просто пипец. Часто ходите на улицу? Честно, я, наверное, на улице не была. Я не знаю, наверное, неделю. Но я, в принципе, сама по себе домосед, и мне как бы, ну, комфортно дома сидеть. Но даже меня это заколебало уже. Хочу в торговый центр, хотя бы в кино. В кальянную, в кафе, куда-нибудь. Да все гуляют, всем пофиг. Ну, что у нас, что у нас, вы нечего идешь, погуляешь, так пройдешься по городу, и все. Пиу-пиу. А сериалы? Ну, пока что, из всех, которые я смотрела, сериалы, мне понравился Игра Престолов. Это прям вообще бомба. А ты смотрел? Нет. Ты не смотрел? Ну, я посмотрел, три серии мне не понравилось. Как? Ну, да, мне не зацепило, почему-то. Ты уверен, что ты три серии смотрел? Нет, нет, даже четыре серии, по-моему, я посмотрел, мне все его хвалили, все советовали, что-то включил, не затянуло. Не знаю, почему. Я еще пытался, я помню, третья, четвертая серия была, я думаю, блядь, ну, втянись уже, ну, чтобы было мне интересно. Мне же знаю, ты первый человек. Хотя, я такой, что люблю фантастику, люблю там все такое вот. Тебе надо было дальше, значит, посмотреть, потому что я тоже две первых серии посмотрела, мне не понравилось, но потом, как втянуло, это пипец. Я не знаю, это шедевр. Ну, значит, начнем смотреть эти дневники. Таня в Москве. Что, есть у тебя знакомых в прямом эфире? Нет. Смотрите, бумажный дом. Ну, я Ривердейл смотрю сейчас. Вот даже девушка пишет, там начало не очень, а потом очень затягивает. Тебе надо посмотреть просто. может, спрятайся и затянет. Вот, сериалы, но какие фильмы смотреть, иногда просто лень вот это в сериалах тонуть. Так. Снимайте побольше тиктока. Ой, блядь, ебанутый. Ирочка, пузико видно. Где? Пузико в смысле, жир? Или пузико типа беременна? Ой, чуть раз не показала. Блядь, что за херня? Опять, к тебе тоже заходишь? Да. Вот почему? Как только ты заходишь прямой эфир, начинается такая херня. Но видишь, радует то, что не на почту приходят сообщения. Поэтому все, что-то связано с телефоном, с WhatsApp, вообще похер, можно вообще не париться. Нет, просто это странно, кто заходит постоянно, как только мы сидим в прямом эфире. Ну да, 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 черти, крысы гребаные. Вонючки. Во все тяжкие. О, ты, кстати, хотел бы смотреть во все тяжкие. Во все тяжкие я смотрел до четвертого сезона. Мне очень понравилось, очень втянуло. Ну, потому что там с наркотой. Да! Сейчас подумаешь, что ты наркоман. Да, и все. И вот с четвертого сезона я перестал смотреть, но потому что чем-то отвлекся, помню. А мне наоборот. На проект ушел то или куда-то и все, сбился и не стал уже досматривать. А мне не понравилось. Мне прям очень. Я вот единственный сериал, который смотрел, Черная любовь и во все тяжкие. ну и Черная любовь, да. Ну и то все равно, я посмотрела два сезона и потом перешла к последней серии. Вам до сих пор квартиру? Нет, сейчас уже никто не приходит в квартиру, слава богу. Заебись, блядь. Что? 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 Уже на почту смс-ка пришла. Очень ебанутый, что ли, конченый. Короче, ребят, проблем, наверное, чуть позже видим. вы не можете войти в инстаграм. А, мы... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok